Начнем осмотр повреждения. Царапина начинается с ручки передней двери, потом переходит на саму дверь, затем царапина переходит на заднюю дверь с расщеплением ручки, дальше продолжается более глубокая царапина, даже с обрывом металла. И наконец заканчивается данная царапина на заднем правом крыле. Непонятно как это и обо что произошло. Но это и не важно, задача стоит перед нами выправить данные детали. Новая дверь стоит очень дорого, с разборки двери не намного лучше, ржавые, также мятые. О крылее даже говорить не буду. Во-первых, под заказ, долго, дорого, тоже дуфик. Просто в данном случае хочу показать, что у них все так страшно как выглядит. И есть реальная возможность выправить данные детали. Для начала необходимо выставить ребра жесткости на нашей лицевой панели. Кроме того, чтобы панель не играла, необходимо также выправить усилители внутренние, которые находятся, естественно, внутри данной двери. Лицевую панель мы можем выправить снаружи, а для вправки внутренних усилителей необходимо подобрать двери, чтобы получить доступ к данным усилителям. Заднее крыло, аналогично двери, также начинаем вытягивать ребра жесткости, то есть придаем начальную форму лицевой панели. Привариваем пластинчатые шайбы. Так как радиус вмятины крыла очень большой, мы не можем протянуть через шайбу нашу прямую ось. Поэтому для начала вытягиваем первую половину, приваренных наших шайб, вытягиваем, а затем уже можем позволить протянуть ось до конца и уже фактически выводим прямую наше ребро. В дальнейшем, переставляя шайбы по нашему ребру, вводим его на идеальную прямую. Таким же образом начинаем вытягивать и остальные плоскости, включая, в том числе, например, верхнюю плоскость под стекло, а также арку колеса. Вытянув основные поверхности, остальное, что осталось между ними, практически само выходит в нужную плоскость. Все вытягивается не за один прием, как показано здесь. Приходится не единожды перевариваться и корректировать нашу плоскость. Зато мы правим детали, в котором нет доступа изнутри. Вот здесь покатано, что придали форму, и осталось вывести мелкие мятины по всем поверхностям. Так как правки подверглись большие площадям, естественно, можно подливать над ним полностью все эти детали. На конечном этапе шкуплевой, на самом деле, служба клюквы не совсем-то и большого. Это кажется, что наносим очень толстый и густо, как бы так. Но мы в итоге, думаю, все лишнее снимаем. На такой большой поверхности всегда есть точки, которые немножко больше выступают относительно всей поверхности. Вот они нам и служатся, как маячки. Широким шпателем мы проходим по ним. Так как деталь не новая, которую не надо шпатлевать, а ремонтная. Слой шпаклевки, естественно, где-то будет толще, где-то тоньше. Поэтому первый слой мы наносим за стеклым наполнением шпатлю. Ее мы хорошо просушиваем, а затем на длинном рубанке с наждачкой на 80 см. Затираем поверхность. В итоге мы получаем слой минимальной толщины в готовой ровной поверхности под дальнейшую подготовку. Ну и сколько вы думаете здесь получилось слоев? Вот давайте посчитаем. Первый слой шпаклевка со стеклым наполнителем. Второй слой мы укрыли в универсальной шпаклевке, которая закрывает риски грубыми. А третий слой это финишная шпаклевка, доделочная. Последний слой финишная я прохожу, готовлю наждачкой на 320 см. В принципе, это уже под грудь. Что мы и не вымытаем, да, на случайно, за грунтовой. Видишь, что никаких лиц, никаких проблем. Вот, после некоторой сушки-грунтовки, прокрыли наждачкой на 500 см. Эта же была поверхность готова на покраску. И в конце итог, ради чего мы это делали, мы просто всё это покрасили. Всё блестит, всё ровненько, всё как будто ничего и не было. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok